всем добрый вечер клуб Александр Невский по просьбе московского клуба самообороны 100% Максиму привет пытаемся как бы еще раз обговорить диафрагмальное удушение вопрос там так я понял стоял что из удержания глухо получается очень хорошо давление на шею то есть мы забираем шею и подтягивая шею отключаем ее вот таким образом чтобы это движение получается хорошо а диафрагмальное вот это не очень для того чтобы диафрагмально удушить пониже то есть надо соответственно чуть пониже изначально забраться то есть мы забираем забираемся своими ребрами в данном случае правой стороной примерно под его плавающие ребра давим вниз туда и поднимаем его плавающие ребра вверх вот сюда при этом приподнимаем голову да то есть идет воздействие конечно и на шею здесь тоже но больше движение когда мы на шею делаем только на шею движение у нас получается вот точка приложения принципе вот вот мы ломаем шею при диафрагмальном у нас . приложение вот здесь то есть мы тоже принимаем шею у нас работают вот такая вот здесь . приложение вот здесь как делать это движение обязательно ручку прихватываем плотненько если эта рука болтается то диафрагмального не получится у него руки свободные у него плечи гуляют влево-право мне вот мне не отработать забираем полноценное нормальное удержание каким оно должно быть то есть вот я забрал и подобрался ребрами под его плавающие под левые дальше идет давление и идет поднимание ребра вот туда наверх идет плотный захват плотный захват и теперь когда его ребра поднял чуть-чуть я приподнимаю шею но соответственно не вот эту шею не ломаю а приподнимаю шею и накручиваю в области диафрагму вот я сейчас специально сейчас шею не это не отрабатываю что было диафрагмальное движение вот она вот она диафрагма конечно диафрагма плюшает намного сильнее отдельно шея хорошо но 6 диафрагмы здесь вот намного лучше работу корпусом если я просто вижу и наворачиваю на себя то получится что что бывает сплошь и рядом то есть задача не на себя партнера поднять вот сюда вот он просто ногами бежит видео а я должен партнером таким образом весь тело весь тело зарядить и тазом при захвате идет вот такая работа я как будто сюда ребра поднимаю поэтому взял захват отсюда натащил его здесь не просто держу вот таким образом натаскиваю вот плечо должно быть вырвано у него причем вот если есть маленькая слабинка выбираю плечо он уйдет поэтому очень важно ручку прижать я к нему наклонился вот голову прячу шею держу вот вот движение и получается что вот я его поднимаю его ребра своими ребрами и при этом поднимаю голову плечо вытягиваю из него вот сюда и вот такое получается движение все вместе вот вот такой вот здесь вот получается разная мертвая . потому что если эту голову поднимаю мертвой точки нету он уходить вот он ушел лево-вправо если я поднимаю мертвую точку вот и вот сюда вы бы говоря вот это движение сейчас не шея больно сейчас уже больно уже больно ребра диафрагма вот она получается я ловаю вход в этой области то есть это мы делаем именно корпусом то есть взял правильное удержание то есть правильное удержание это фактически синоним удушения диафрагмальной взял и накатил он тебе вот эти и добавляем просто голову вот таким образом вот что еще важно этой работе на получается что ребра немножко не легли чуть-чуть вот я сейчас специально сделаю что неправильно чуть-чуть там вот они не легли вот вот сейчас диме хорошо комфортно что мы делаем качаем то есть в этом положении я как бы забираю забирать ищу ищу куда куда вот где-то забрал вот забрал ребрышки вот она пошла работа тут можно как чтобы усилить движение локоть и голову еще соединяем держу накатываю наворачиваю на себя голову и плечо чего такое движение то есть плечики ломает еще хорошо делать диафрагмальную душение когда партнер меня держит крепко я не успел прижать руку рука у него имеет вот такой угол вот такой угол зацепляю за этот уголочек вот рука забираю замочек вот здесь сначала там и плечо не отпуская плечо то есть он сейчас сдается готов сдаваться не отпуская плечо делаю продолжаю диафрагмальное удушение получается два в одном вот если сейчас после визнений в москве хобби самообороны сто процентов станет получаться лучше мы будем будем рады максим и удачи